7 января 1839 года. Эта дата считается днем рождения фотографии. Величайшему изобретению человечества, основанному на технологии записи изображений с помощью оптических излучений и светочувствительного материала, скоро исполнится 185 лет. К этому событию Щелковский историко-художественный музей подготовил замечательный подарок всем нам, кто любит свой город. Ретро-фотовыставку «Запечатленное время. Щелково и Щелковцы на рубеже XIX-XX веков». Сразу следует сказать, что развернулась она не в основном здании, а в выставочном зале Дворца культуры имени Чкалова. Экспозиция знакомит зрителя с историей Щелкова через фотографии. Как выглядели люди, во что были одеты, по каким улицам ходили, на каких фабриках работали. Скажете, что все это можно найти в интернете? И да, и нет. Все работы профессионально отретушированы в Творческом союзе художников России. В увеличенном виде они отпечатаны на пластике ультрафиолетовой печатью, которая не выгорает и не искажается. Это работа предприятия «Бизнес-проспект». Так что рассматривать стенды одно удовольствие. Итак, на рубеже XIX-XX веков центром нынешнего города Щелково была Мещанская слобода, правобережье Клязьмы вдоль улицы, которая сегодня советская. Здесь жили купцы, мещане, крестьяне, ремесленники. И было три, как бы сегодня сказали, фотостудия и фотоателье. Это художественная фотография Ефимова, фотография Голубятникова, труд на станции Щелково и самое популярное заведение Владимира Федоровича Незеля. На бланке этого фотографа был текст. Фотография открыта во все праздники. Увеличение портретов до натуральной величины. И опять-таки, если вы будете смотреть, вы увидите, что на каждом бланке обязательно есть пометка «Негативы хранятся». То есть можно было прийти спустя какое-то время и повторить, напечатать портрет или какую-то другую фотографию повторно. В портфолио у фотографов того времени важное место занимал фотопортрет, в том числе групповый. Горожане надевали свою лучшую одежду и семьями приходили фотографироваться. На выставке есть фотозона. Примерно так выглядел рабочий кабинет фотографа сто с лишним лет назад. За его пределы мастера тоже выходили. Запечатлевали, например, служащих фабрики товарищества «Мануфактур» Людвиг Рабенек, персонал и владельцев Рейнского погреба, предположительно в доме Синицына, раненых участников Первой мировой войны, которые находились на лечении в лазарете при фабрике Полякова, и многое-многое-многое другое. Большинство фотографий из фондов историко-художественного музея. Часть предоставлена жителям Щелково. Мой прадед и моя прабабушка Кувырталов Федор Семенович и Кувырталова в девичестве Спиричева Мария Михайловна. Федор Семенович крестьянин Тверской губернии, Калязинского уезда, деревни Телепино. Ну, предполагаю, что он приехал сюда в конце 1870 года, потому что в 1981 году у него уже родился сын, о чем имеется запись в метрической книге церкви села Хомутова. Выставку оттеняет, придавая ей особое обаяние, предметный ряд. Старая фототехника, предметы интерьера, костюмы жителей московской губернии предоставлены из студии «Русские начала». Обязательно возьмите аудиогид. Актеры театра «Атмосфера» озвучили новости про Щелкова из газет начала 20 века. Богородская речь, московский листок. Он бесплатный, как и сама выставка. Вот в данном случае мне бы хотелось показать фотографию, а все равно люди, пришедшие сегодня на открытие, связывают ее с историей. Ну, это хорошо, это правильно, потому что все равно любая фотография, любая картина, любая графическая работа, она все равно какую-то историю отсылает. Ретро-фотовыставка «Запечатленное время» будет работать до 17 февраля. Напомним, она развернута в выставочном зале Дворца культуры имени Чкалова в микрорайоне Чкаловский. Посетите обязательно. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.